Пора практиковать наши навыки чтения. Для этого у нас есть текст «Землетрясение в Индийском океане». Пожалуйста, послушайте и прочитайте первый параграф. Будьте готовы анализировать грамматику вместе со мной. Вы готовы анализировать первый параграф? Сначала мы посмотрим на грамматику. В 2004 году. Какой это падеж? Это предложный падеж. В Индийском океане. Снова предложный падеж. Произошло подводное землетрясение. Итак, пара глаголов. Давайте вспомним формы глагола «произойти». Это совершенный вид. Я произойду. Ты произойдёшь. И они произойдут. И в прошедшем времени «произошёл», «произошла», «произошли». Или здесь мы видим средний род «произошло». Подводное землетрясение. Это значит «землетрясение под водой», вызвавшее одно из самых страшных цунами. Здесь мы видим «причастие». Давайте подумаем, как мы можем заменить это причастие на фразу со словом «который». Землетрясение, которое вызвало цунами. Итак, какой это тип причастия? Это действительное причастие прошедшего времени. И здесь мы видим, что это от глагола «вызвать». Совершенный вид. Помните эти глаголы? «Вызывать», «вызвать». Итак, вызвавшее одно из самых страшных цунами. Вы видите одно, потому что землетрясение – это средний род. Из самых страшных цунами – это родительный падеж, потому что после предлога «из». Но слово «цунами» никогда не меняется. В истории человечества. В истории – предложный падеж. Человечество – родительный падеж. Как будет это слово в именительном падеже? Человечество. Оканчивается на букву «о». Сила этого землетрясения. Здесь мы видим этого землетрясения. Родительный падеж. Была равна. Посмотрите на это. Здесь у нас есть слово «равен», «равна», «равны». Вы видите, что это мужской род. Это женский, поэтому в тексте мы видим «сила была равна». И равны – множественное число. И, конечно, может быть тоже средний род. Как будет средний род? Оно «равно». Например, землетрясение «равно». Это тоже правильно. Итак, здесь прошедшее время, поэтому «была равна». Равна кому? Чему? Потом мы используем дательный падеж. Поэтому «сила была равна» чему? Запасу. Запасу чего? Родительный падеж. Всего ядерного оружия. Всё это родительный падеж. Где? В мире предложный падеж. Волны высотой 15 метров. Давайте посмотрим на эту интересную конструкцию. Высотой. Вы видите, что это слово «высота» в творительном падеже. Мы используем творительный падеж, когда мы говорим конкретное число. Здесь вы видите высотой 15 метров. У меня есть ещё примеры. Смотрите, это то, что мы видели в тексте. Мы можем сказать «человек ростом 2 метра». Рост – ростом. Творительный падеж. Палка длиной 1 метр. Длина – длиной. Река шириной 30 метров. Ширина – шириной. Я думаю, что это очень полезное правило. Итак, обратите внимание. Здесь мы всегда используем творительный падеж. А потом мы говорим конкретную цифру. Давайте вернёмся к нашему тексту. Волны высотой 15 метров разрушили побережья Индонезии, Таиланда и других стран региона. Разрушать – разрушить. Сейчас мы вспомним формы глагола «разрушить». Совершенный вид. Я разрушу. Ты разрушишь. И они разрушат. В прошедшем времени он разрушил, Она разрушила и они разрушили. Итак, волны разрушили побережья. Это множественное число. Побережье – это единственное число. Средний род кончается на букву Е. Побережье. Побережья каких стран? Побережья чего? Индонезии, Таиланда, других стран региона. Это всё родительный падеж. Итак, сейчас я хочу, чтобы мы попрактиковали немного наши новые слова, которые мы видели в первом параграфе. Поэтому здесь у меня есть небольшое задание. Вы видите, что некоторые слова отсутствуют. У нас есть пропуски. Давайте постараемся вспомнить, какие слова здесь были. В 2004 году в Индийском океане произошло подводное землетрясение, вызвавшее одно из самых страшных цунами в истории человечества. Сила землетрясения была равна запасу всего какого оружия? Ядерного оружия в мире. И что разрушило побережье Индонезии? Волны. Волны высотой 15 метров. Разрушили побережье Индонезии, Таиланда и других стран региона. Сейчас мы посмотрим на глаголы. Здесь у меня есть еще одно задание. Итак, в 2004 году в Индийском океане произошло подводное землетрясение. Если вы не помните формы глаголов, пожалуйста, посмотрите еще раз таблицу номер 1. И здесь мы видели причастие. Причастие от глагола вызвать. Вы помните, как мы можем сделать причастие от глагола вызвать? Вызвавшее одно из самых страшных цунами в истории человечества. Сила этого землетрясения... Помните фразу со словом равен? Здесь у нас женский род и прошедшее время. Сила этого землетрясения была равна запасу всего ядерного оружия в мире. Волны высотой 15 метров. Что они сделали? Они разрушили побережья Индонезии, Таиланда и других стран региона. Итак, очень хорошо! Я вижу, что сейчас вы хорошо знаете первый параграф. Давайте посмотрим на второй параграф. Пожалуйста, послушайте и прочитайте второй параграф. Будьте готовы анализировать его вместе со мной. Пора анализировать второй параграф. Точное количество людей. Слово «точное». Какой синоним мы можем использовать? Конкретное. Точное – это значит конкретное. Точное количество кого? Людей. Это родительный падеж. Погибших в результате этого цунами. Давайте подумаем, как мы можем заменить причастие на фразу со словом «который». Здесь на доске вы видите мой ответ. Точное количество людей, которые погибли в результате цунами. Итак, какой это тип причастия? Это действительное причастие прошедшего времени. От глагола «погибнуть». Это глагол совершенного вида. Итак, точное количество людей неизвестно. Вы видите, что здесь «неизвестно», буква «т» не читается. И мы видим, что это средний род. И это краткое прилагательное. Вы помните, как образуются краткие прилагательные? Пожалуйста, посмотрите наши предыдущие уроки, если вы не помните. «Тысячи жертв, унесенных водой в океан». Во-первых, «жертв» – это родительный падеж. Теперь давайте посмотрим на причастие «унесенных». Итак, сейчас мы заменим это причастие на фразу со словом «который». «Тысячи жертв, которых вода унесла в океан». «Вода унесла кого?» «Жертв», поэтому «которых» – это винительный падеж. Но мы также можем сказать «тысячи жертв, которые были унесены водой в океан». Это пассивная конструкция. Мы увидим пассивные конструкции в наших следующих уроках. Пока мы не знаем, как образуются пассивные конструкции. Но вы увидите, что это нетрудно. Мы используем глагол «быть» в прошедшем времени и краткую форму причастий. Но сейчас, если у вас был вопрос, можно ли так сказать «можно». Оба варианта правильные. Этот и этот. Итак, «унесенных» какой это тип причастия? Это страдательное причастие. Вы видите, что жертвы ничего не делают, они пассивны. Это вода уносит их в океан. Поэтому это страдательное причастие прошедшего времени. Потому что, вы видите, вода унесла жертв. Она унесла их в океан. И, конечно, мы должны обратить внимание на падеж «унесенных водой». Когда у нас есть страдательное причастие, и потом мы говорим «кем было сделано действие», мы используем творительный падеж «унесенных кем» или «чем водой». «Куда?» В океан. В винительный падеж. Они пропали без вести. Пропадать, пропасть, без вести. Итак, давайте вспомним формы глагола «пропасть». Это совершенный вид. «Я пропаду», «ты пропадёшь», и они пропадут. В прошедшем времени он пропал, она пропала, и они пропали. И вы знаете эту фразу «пропасть без вести». Это значит, что сейчас мы не знаем, где находится этот человек. Примерное число. Слово «число» и «количество» в этом контексте – синонимы. Примерное число «кого» – погибших. Это родительный падеж. Как читается эта цифра? Двести тридцать тысяч человек. Здесь мы видим, что это тоже родительный падеж. Благотворительные организации сообщают. Вы помните, мы говорили об этом глаголе? Сообщать – сообщить. Это синоним слова «информировать». Что треть из них? Из них – это значит «из погибших». Дети. Что значит слово «треть»? Треть, как вы видите здесь на доске, это третья часть. Треть – это тоже женский род. Треть из них. Них – это родительный падеж. Среди пропавших без вести. Посмотрите на этот предлог. Среди используется с родительным падежом. Среди кого? Среди пропавших без вести. Было много кого? Европейских туристов. Снова родительный падеж. Проводивших свои отпуска. Давайте посмотрим на это причастие. Проводивших. Вы видите, что здесь снова родительный падеж, потому что мы говорим о много туристов. Много туристов проводивших. Но если мы заменим это причастие на фразу со словом «который», какие падежи мы будем использовать? Здесь вы видите, много туристов, которые проводили. «Которые» – это именительный падеж, потому что это подлежащие, то есть субъект. И какое это причастие? Это действительное причастие прошедшего времени. Вы видите, от глагола «проводили». «Проводили» – это глагол несовершенного вида. Давайте снова вернемся к нашему тексту. «Проводивших свои отпуска». Посмотрите на форму множественного числа. Это слово «отпуск». «Отпуск» – «отпуска». Здесь вы видите, что это «исключение». Кончается на «а». «Где» – «на побережьях» – это предложный падеж. «На побережьях» – «чего» – «индийского океана». Это родительный падеж. Итак, вы хорошо знаете второй параграф? Давайте сделаем маленькое упражнение, в котором вы должны заполнить пропуски. Вы видите, что некоторых слов нет. Давайте вспомним, какие это слова. Точное количество людей, погибших в результате этого цунами, неизвестно. Тысячи жертв. Какое слово здесь было? Кто унес людей в океан? Вода. Тысячи жертв, унесенных водой в океан. Не забывайте использовать падежи правильно. Здесь мы должны использовать творительный падеж. Примерное число. Здесь мы должны использовать слово, которое значит «люди, которые погибли». Примерное число – погибших. Отлично. Это родительный падеж. Двести тридцать тысяч человек. Итак, организации сообщают. Какие организации? Благотворительные организации, которые работали на месте трагедии. Они сообщают, что треть из них, из погибших, кто это? Это дети. Среди пропавших без вести было много европейских туристов. Родительный падеж. Проводивших свои отпуска. Вы видите, что это форма отпуска. Это исключение. Отпуск – отпуска. На побережьях Индийского океана. Отлично. А сейчас мы должны сконцентрироваться на глаголах и причастиях. Давайте сделаем еще одно упражнение. Здесь вы видите другие пропуски. Точное количество людей. Здесь мы должны использовать причастие. От глагола «погибнуть». Погибших в результате этого цунами неизвестно. «Тысячи жертв, которых вода унесла в океан». Давайте подумаем. «Унесенных». Страдательное причастие. «Унесенных водой в океан». Эти тысячи жертв, что они сделали? Они пропали без вести. Отлично. Примерное число погибших – 230 тысяч человек. И благотворительные организации что делают? Они сообщают, то есть информируют. Они сообщают, что треть из них – дети. Среди пропавших без вести было много европейских туристов. Давайте вспомним причастие от глагола «проводить». Не забывайте, что здесь мы должны использовать «проводивших» – это родительный падеж, потому что мы используем его со словом «туристов». «Проводивших свои отпуска на побережьях Индийского океана». Отлично. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. И ваше следующее задание – это прочитать параграф номер 3. Этот параграф очень короткий. Пожалуйста, послушайте его и будьте готовы анализировать грамматику. Давайте поговорим о третьем параграфе. В Шри-Ланке цунами уничтожила. Во-первых, в Шри-Ланке какой это падеж? Это предложный падеж. Шри-Ланка в Шри-Ланке. Цунами уничтожила. Обратите внимание на окончание. Это средний род, потому что цунами – это оно. Это слово среднего рода. Здесь мы видим глагол «уничтожить». Вы помните пару? Уничтожать – уничтожить. Давайте вспомним формы глагола «уничтожить». Я уничтожу, ты уничтожишь, и они уничтожат. И в прошедшем времени он уничтожил, она уничтожила, оно уничтожило, вы видите, кончается на «ло», и они уничтожили. «Уничтожила находившийся около побережья поезд». Здесь мы видим причастие. Находившийся. Во-первых, давайте подумаем, как заменить это причастие на фразу со словом «который». «Поезд, который находился около побережья». Но очень интересно посмотреть на порядок слов в этом предложении. «Находившийся около побережья поезд». Мы можем поставить причастие «перед существительным» или «после существительного». Давайте посмотрим на доску. «Находившийся около побережья поезд». Вы видите, причастие и потом существительное. Но мы можем сказать также «поезд, находившийся около побережья». Сначала существительное, а потом причастие. Это тоже правильно. В этом случае, пожалуйста, поставьте запятую «перед причастием». И какой это тип причастия? Это действительное причастие прошедшего времени. Потому что, вы видите, поезд, который находился в тот момент около побережья. Около побережья. Какой это падеж? Это родительный падеж. Побережье в именительном падеже кончается на букву «е». В результате чего погибли 1700 человек? Давайте посмотрим на это слово «чего». Это родительный падеж от слова «что». После «в результате» мы используем родительный падеж. Например, здесь мы видим такое предложение. В результате землетрясения погибли люди. Вы видите, что землетрясение – это родительный падеж. Но в тексте у нас есть «в результате чего». Это потому, что в тексте у нас есть целая ситуация. Мы не можем сказать «в результате цунами», «в результате землетрясения». Нет, потому что сначала мы описываем целую ситуацию. Цунами уничтожила поезд. И эта ситуация привела к тому, что погибли люди. Поэтому мы можем сказать «цунами уничтожила поезд», в результате чего, в результате этой ситуации погибли люди. Это довольно трудная конструкция. Но я думаю, что сейчас вы понимаете механизм. Итак, в результате чего погибли? Это глагол «погибнуть». Совершенный вид. Погибать – погибнуть. Давайте вспомним формы глагола «погибнуть». Я погибну. Ты погибнешь. И они погибнут. 1700 человек. Вы помните, что после цифр мы используем форму «человек». Мы не говорим 1700 людей. Это неправильно. Мы должны использовать 1700 человек. И это родительный падеж – множественное число. Это исключение. Следующее предложение. Это стало самой крупной катастрофой. Здесь мы видим «стало» от глагола «стать». После глаголов «становиться», «стать» мы всегда используем творительный падеж. Поэтому все это, все эти слова – это творительный падеж. Самой крупной катастрофой где? На железной дороге. Предложный падеж. И здесь мы видим период времени. За всю мировую историю. Вы помните, что когда мы используем предлог «за» и винительный падеж с периодом времени, мы всегда должны использовать совершенный вид. На доске у меня есть еще один пример. Она прочитала книгу «за неделю». Вы видите, когда мы говорим «за неделю», это значит, что она уже закончила книгу. Поэтому всегда должен быть совершенный вид. Она закончила книгу за какой период? За неделю. Это очень важное правило. Отлично! Мы проанализировали всю грамматику параграфа 3. Сейчас давайте посмотрим, как хорошо вы помните слова. И, конечно, у меня есть маленькое упражнение. Здесь мы должны заполнить пропуски. В Шри-Ланке цунами уничтожило находившийся около побережья поезд. В результате чего погибли 1700 человек? Это стало самой крупной катастрофой где? На железной дороге за всю мировую историю. Отлично! Сейчас вы знаете слова. Давайте подумаем о глаголах, которые мы встретили в этом параграфе. Здесь у меня есть другое упражнение. И вы должны заполнить пропуски глаголами. В Шри-Ланке цунами уничтожило находившийся около побережья поезд. В результате чего погибли 1700 человек. Это стало самой крупной катастрофой на железной дороге за всю мировую историю. Очень хорошо! Сейчас у нас остался последний параграф. Пожалуйста, послушайте этот параграф. Прочитайте его внимательно. И будьте готовы анализировать грамматику вместе со мной. И, наконец, последний параграф. Давайте проанализируем грамматику. Как всегда, мы постараемся заменить это причастие на фразу со словом «который». Как это будет? «Помощь, которую оказали разные страны». Сейчас давайте обратим внимание на падежи. Здесь мы видим «оказанное разными странами». Это творительный падеж. В пассивных конструкциях мы всегда используем творительный падеж, чтобы сказать, кто выполняет действие, кто оказывает помощь. Разные страны. Поэтому «оказанное кем» или «чем» – творительный падеж. Но если мы заменим это причастие на фразу со словом «который», здесь мы видим, что конструкция другая. Помощь, которую оказали разные страны. Разные страны – это подлежащее, это субъект. Поэтому это именительный падеж. Разные страны оказали «что» – это слово «который», в этом случае «которая» в винительном падеже, потому что это прямое дополнение, то есть объект. Теперь давайте подумаем, какой тип причастия мы здесь видим. «Оказанное» – это страдательное причастие прошедшего времени. Вы видите, что «страдательный» значит «пассивный». Это пассивное причастие и прошедшего времени, потому что мы видим, что мы говорим о прошлом. Страны оказали помощь. Поэтому это причастие прошедшего времени. А сейчас давайте вернёмся и посмотрим на эту аббревиатуру. Что это значит? Мы читаем её «ООН». Это значит «Организация объединённых наций». Я уверена, что вы все знаете, что это такое. Если нет, посмотрите это слово в словаре. Итак, «помощь помогла предотвратить». Вы видите, «помогла» – это окончание женского рода, потому что мы говорим о помощи. Она помогла предотвратить. Посмотрите это слово в словаре. Но здесь на доске у меня есть формы этих глаголов. Предотвращать, предотвратить. Как всегда, несовершенный вид и совершенный вид. Я предотвращаю, ты предотвращаешь, и они предотвращают. И совершенный вид – это я предотвращу, ты предотвратишь, и они предотвратят. Это довольно трудный глагол. Формы очень длинные. Итак, «помощь помогла предотвратить». Что? БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ. Я думаю, что здесь у вас есть вопрос. Почему БОЛЬШЕЕ, а не БОЛЬШОЕЕ? Форма БОЛЬШЕЕ – это специальная форма. Это значит БОЛЬЕ БОЛЬШОЕ. Но мы не говорим БОЛЬЕ БОЛЬШОЕ. Мы говорим БОЛЬШЕЕ. Почему? Давайте посмотрим на контекст. Количество жертв было очень большое. Но без помощи ООН оно было бы ЕЩЁ БОЛЬШЕ. Чтобы сказать ЕЩЁ БОЛЬШЕ, мы используем эту форму. Поэтому запомните её. Это очень полезно. Итак, БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ. Жертв – какой это падеж? Это РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. После этой природной катастрофы снова РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Вы видите здесь предлог «ПОСЛЕ». Но мой вопрос такой. Природная катастрофа. Мы знаем синоним к этой фразе, не так ли? Как будет синоним? СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ. Давайте заменим природная катастрофа на СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ и поставим его в РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. После этого СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ – это тоже правильно – было принято решение. Сейчас мы увидим здесь ПАССИВНУЮ КОНСТРУКЦИЮ. Мы не будем много говорить о ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ на этом уроке, потому что мы будем изучать эту тему в наших следующих уроках. Но вы видите, что здесь мы видим глагол «БЫТЬ» и средний род, потому что «РЕШЕНИЕ» – это ОНО. И решение было принято. «Принято» – это краткое причастие. Вместо «принятое» мы говорим «принято». Но мы поговорим об этих конструкциях более подробно потом, не сегодня. Главное, что вы должны понять. Кто-то, какой-то комитет, принял решение. Решение было принято. Какое решение? СОЗДАТЬ СИСТЕМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. СОЗДАТЬ. Давайте посмотрим на этот глагол. Здесь на доске вы видите «СОЗДАВАТЬ», «СОЗДАТЬ». Посмотрите эти глаголы в словаре. Обратите внимание на формы. Формы, как вы видите, здесь у нас есть «СОЗДАВАТЬ», как глагол «ДАВАТЬ» и «СОЗДАТЬ», как глагол «ДАТЬ». Вы помните эти формы? Если нет, вы должны посмотреть наши предыдущие уроки. «Я СОЗДАЮ», «Ты СОЗДАЁШ» и «ОНИ СОЗДАЮТ». И для глагола «СОЗДАТЬ» мы видим «Я СОЗДАМ», «Ты СОЗДАШ», «ОН СОЗДАСТ», «Мы СОЗДАДИМ», «Вы СОЗДАДИТЕ» и «ОНИ СОЗДАДУТ». Это формы глагола «ДАТЬ». Поэтому, пожалуйста, повторите эти формы. Итак, было принято решение создать систему предупреждения. Систему винительный падеж. Предупреждение – родительный падеж. Систему предупреждения о чём? О цунами. Это предложный падеж. А цунами где? В Индийском океане. Снова предложный падеж. Система предупреждения начала работать. Здесь мы видим «начела». Вы помните пару глаголов? Начинать, начать. Давайте вспомним формы глагола «начать». Это совершенный вид. Я начну. Ты начнёшь. И они начнут. Начала работать. Как мы прочитаем эту дату? В 2013 году. Отлично. И это предложный падеж. А сейчас давайте сделаем небольшое упражнение, чтобы посмотреть, как хорошо вы помните новые слова. Посмотрите на текст с пропусками. Гуманитарная помощь, оказанная разными странами. Какая аббревиатура здесь была? ООН. ООН – это Организация Объединённых Наций. Здесь мы можем сказать «оказанная разными странами Организации Объединённых Наций». Мы можем использовать родительный падеж. «Помогла предотвратить большее количество жертв». Родительный падеж. После этой природной катастрофы было принято решение. Какое решение? Создать систему предупреждения. Родительный падеж. О цунами в Индийском океане. И вы помните, в каком году начала работать система предупреждения? В 2013 году. Отлично. А сейчас самая сложная часть. Это глаголы и причастия. Снова у меня есть текст с пропусками. Гуманитарная помощь. Давайте вспомним наше страдательное причастие. «Оказанная разными странами ООН». Что сделала помощь? Она помогла. Помогла предотвратить большее количество жертв. После этой природной катастрофы было принято решение создать систему предупреждения о цунами в Индийском океане. И система предупреждения начала работать в 2013 году. Отлично. А сейчас вопросы к тексту. Наша последняя часть работы. Пожалуйста, послушайте текст еще раз. И будьте готовы ответить на эти вопросы. После паузы мы проверим, как хорошо вы знаете текст. Вы готовы отвечать на вопросы по содержанию текста? Пожалуйста, не смотрите в текст. Вы должны постараться понять вопрос на слух и ответить на него. Вы можете поставить видео на паузу, чтобы дать полный ответ. Вопрос номер один. Что вызвало одно из самых страшных цунами в истории человечества? Вопрос номер два. Чему была равна сила землетрясения в Индийском океане? Номер три. Какой высоты были волны, которые разрушили побережье Индонезии? Номер четыре. Почему точное количество жертв цунами неизвестно? Номер пять. Каково примерное количество погибших? Номер шесть. Почему среди пропавших без вести было много европейцев? Номер семь. Что стало самой крупной катастрофой на железной дороге? И вопрос номер восемь. Какое решение было принято после этой природной катастрофы? Отлично. Возможно, у вас есть следующий вопрос. В номере пять мы видим, каково примерное количество погибших? Почему каково? Мы хорошо знаем вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». Здесь «каково». Дело в том, что иногда мы используем другие вопросы. Это вопросы «каков», «какова», «каково» и «каковы». Обычно мы используем эти вопросы, когда мы хотим услышать в ответе конкретное число. Когда мы говорим «какой», «какая», «какое», «какие», в ответе может быть прилагательное. Например, здесь мы можем сказать «количество погибших» «большое», «маленькое» и так далее. Но мы хотим услышать конкретное число. В этом случае лучше в вопросе использовать «каково» количество погибших. Тогда в ответе мы скажем «двести тридцать тысяч человек». В этом вся разница. Пожалуйста, запишите это правило. Это очень полезное правило. А сейчас послушайте текст еще раз. И постарайтесь рассказать о цунами и о землетрясении в Индийском океане своими словами. Продолжение следует...